здравствуйте уважаемые студенты московского государственного университета у нас последняя завершающая лекция нашего курса мфк и возможно самое важное с другой стороны она именно про основу программирования анализа данных сегодня не будет но мне кажется очень важным сегодняшнее занятие потому что когда мы учимся программировать синтаксические какие-то конструкции изучаем или библиотеки изучаем то есть какие-то готовые способы что-то вызвать обработать то это не это не совсем про то что люди применяют когда они приходят работать в какую-то компанию говорят вот теперь программируем создаем программное обеспечение вот поэтому давайте мы с вами собственно поговорим про важнейшую вещь наверное про парадигмы программирования вот ну собственно в течение учебного курса мы все время создавали программный код вот но писали мы небольшие участки кода и вот это вот программирование называется программированием по маленькому вот это не придумал термин вот но собственно маленькими кусочками кода ну вот люди которые пишут много пишут в юпитер ноутбуке ну или google коллаб что суть по сути почти одно и то же да они тяготеют к вот этому программированию по маленькому ну то есть ты что-то сделал заскриптовал она показывает тебе график иногда если собрать программный код из вот этих вот ячеек в один скрипт на python и попытаться его запустить то это просто не работает но как бы это плохой вообще в принципиально уже начинается плохой подход ты человек в одной ячейке поработал в другой потом вернулся назад ну то есть как бы на коленках ну в принципе некую модель можно этого знаете как сказать что это как создание некоторого опытного образца ученые делают установку и она в единственном экземпляре они тут взяли что-то что ты не знаю там купили на алиэкспресс что-то с мусорки подобрали что-то заказали за огромные деньги да при этом все это как-то собрали но вроде бы работает дает результат все супер окей но совершенно другая вещь это когда создается программное обеспечение которым будут пользоваться другие люди ну или в случае если с этой аналогии когда это какой-то продукт который выпускается ну прям вот серийно серийная продажа с гарантиями обязательствами а главное пользоваться будут другие люди да то есть возникает такая сущность как пользователь когда не вы единственный человек который запускает ваше по вот поэтому там много аспектов то есть еще нужно установить это раз до пользователям нужно помогать освоиться соответственно требуется какая-то документация поддержка саппорта да ну вот называть саппорта поддержка пользователя может быть даже не на сайт или телефон даже куда можно дозвониться и узнать а может быть даже платно но тем не менее да то есть когда дело касается каких-то там вот крупных корпораций или государств которые начнут пользоваться программами пусть это даже будет какая-то там региональная да все равно короче очень много есть важных и интересных аспектов а еще у пользователей случаются баги да ну такая известная вещь я вот открою да потому что довольно интересная штука да что такое software баг да и откуда он взялся здесь была картинка да первый баг который actually been first actual case of bug been found и приколисты ученые подкололи моль которая застряла в компьютере это были еще времена мейнфреймов ну короче программы могут да у программ могут найтись критические уязвимости то есть вроде бы ошибок нет программа все делает функциональность выполнять но критическая уязвимость позволяет злоумышленнику каким-то образом заставить например скомпрометировать вашу программу чтобы она сделала некие неподавающие действия соответственно это нужно срочно закрывать как-то данные эти обновления программного обеспечения доносить туда человеку короче на самом деле это целая индустрия вот в тот момент когда вы начинаете писать большие программы много есть вещей ну в любом случае есть такое понятие длительное сопровождение программного кода это то на что вы подписываетесь когда вы создаете программный продукт для живых людей более того возникнет даже момент такой момент когда вы скажете все с этого момента я это программное обеспечение больше не поддерживаю ну например не очень любимая мной корпорация microsoft прекратила несколько лет назад поддержку windows 7 уж тем более windows xp поэтому если она у вас стоит то это полностью на ваш страх и риск любые скомпрометированные ошибки все что угодно их уже не волнует абсолютно на как сказать ответственность вашу понятно да вот ну короче но есть целый цикл даже но мы сейчас не будем про цикл разработки разговаривать да но существует так называемые методологии разработки по слушайте я на все ссылки уходить не буду нас время ограничено но вы посмотрите потом да а вот про парадигмы программирование мы сегодня будем разговаривать вот ну собственно первые касаются организации рабочего процесса в целом есть такая модель водопада на вот есть всякие agile методики современные вот скрам канбан и так далее но мы не будем опять же в это уходить это как по сути организовать взаимодействие команды уже про командное программирование да как вместе это сделать и сделать так чтобы не тратить слишком много времени не возникало проблем при стыковке программного кода оставим это а вот парадигмы они напрямую покасаются того как программист пишет программный код и еще о чем собственно нужно думать в процессе это очень важно потому что вот представьте себе человек солдат стоит на посту вот должна быть у него какая-то парадигма ну давайте подумаем да вот я сконцентрируюсь на том что означает собственно слово парадигма да ну по-гречески это значит пример модель образец ну и собственно это в философии набор шаблонов мышления да ну вот должна быть у солдата на посту парадигма да то есть у него должны быть некие шаблоны некая ну это не совсем алгоритм да но некое принципиальное понимание своей роли он стоя на посту не является молчаливым наблюдателем да если кто-то там соответственно кому не положено находиться в это время суток в этом месте там военной части да или боевого какого-то района да он должен предпринять некоторый набор действий да вплоть до огня на поражение понимаете да то есть должно быть какие-то его принципиальные парадигмы так я охраняю стоя на посту так я думаю о том что там не спать сконцентрироваться все время осматриваться да то есть какая-то логика а самое главное что за последовательностью действий за вот этим вот конкретными действиями стоит некоторая принципиальный подход понятно то есть сама модель его поведения модель его рассуждений ну я так на солдате сконцентрировался тема больная для многих да наверное сейчас вот но короче в отличие я надеюсь что вы благополучно сдадите сессию и никакая вас не коснется подобный вид деятельности поэтому сконцентрируемся на парадигмах программирования вот в научном тоже сообществе есть понятие парадигмы собственно это безоговорочно принято научным сообществом модель научной деятельности если вы думаете что в течение истории у ученых всегда была одна и та же парадигма модель что делает ученый вы ошибаетесь был огромный период до экспериментальной науки когда аристотель сформулировал наблюдение как бы не вторжение в природу ты можешь наблюдать да но если ты что называется оторвал от природы кусок притащил его к себе в лабораторию там что-то с ним делаешь какое-то имеет отношение к реальной живой природе до к нейчер на абсолютно никакого на потом законы небесные да и законы земные совершенно разные да ну как бы тут логика там небесные тела двигаются там небесные сферы вращаются да а потом пришли там уже но это вы наверное на философии науки будете в свое время проходить я надеюсь да если вас будет философия науки но смысл в том что на самом деле научный научный подход менялся что делает ученый это менялась да вот его представление то что я как ученый вообще делаю да что я о чем я должен думать в процессе исследования вот но в программировании парадигма собственно совокупность идей и понятий определяющих подход к программированию а также стиль написания компьютерных программ и тут надо понимать что стиль это как но этикет сам по себе этикет еще не делает человека джентльменом понимаете джентльменом человека делает во многом его добрый порыв души да то есть если человек он по-настоящему добрый да то даже если он какие-то правила приличия и как сказать забывает но принципиально он как сказать правильно да но тем не менее мы эти вещи прописываем да то есть в программировании парадигма она подразумевает все-таки ну хоть какие-то попытку соблюдения некоторого стиля поэтому так называемый пеп 8 пеп 8 это одно из ну таких ключевых python enhancement proposals ну это такие предложения по развитию самого языка python ну вот на пеп 8 он такой вот прям вот очень старенький очень фундаментальный и он про как раз стиль написания программ как ставить пробелы как переносить строки как пишутся комментарии сколько пробелов тут сколько не знаю как называть переменные как называть функции как написать классы и так далее ну вот его надо бы я про него наверняка уже говорил но опять же когда мы начинаем писать большой программный код мы должны понимать что читать предстоит программный код а значит это тоже важно чтобы он был читабельным да есть такое понятие readability читабельность если по-русски говорить ну ладно в отличие от научного сообщества у программистов нет общепринятой парадигмы вот ну не знаю да вот есть разные варианты да что есть программирование ремесло или это может наука есть же алгоритмы там есть даже такое понятие как доказательное программирование где доказывается безошибочность программа только это очень трудно и очень дорого стоит и только в таких вещах где его применяют где жизни людские просто вот завязаны вот обычно там ограничивается другими масштабами отсутствие ну то есть некой меры отсутствия ошибок ладно мы сейчас не про это про то что ну вот программирование во многом это искусство art of programming есть такая книга искусство программирования да вот искусство да вот как вот с мастерей да вот как молодец вот ну собственно да кстати программирование близко в чем-то к гуманитарной работе ну вот собственно начать хотелось с такой вот мотивирующей картинки про отсутствие любой парадигмы если большой код пишется без всякой структуры то в нем невозможно разобраться ну собственно такое как бы без структурное программирование да ну представьте себе что есть вот у вас главное ну файл и в нем все вот подряд ну в рамках этого конкретного учебного курса мы не задавали вам писать большой программный код такой задачи не ставилось ну то есть где-то как-то какие-то задачки порешать тут числа посчитать вот но вообще вот в курсах где изучается практика программирования там вот этот вопрос прям вот существенно поднимается да напиши и человек сам наступает на грабли пытаясь написать более-менее большой программный код он и швец и жнец да и на людей грец вот как бы все сразу дело и задача слишком сложна в результате в коде невозможно разобраться эта проблема возникла не вчера не позавчера а еще господи в шестидесятых реально годах на самом деле разработчик первой электрической счетной не электронной еще а скажем так электромеханической вычислительной машины конрад цузи немец еще он придумал язык программирования который был структурным хотя он этого не знал он публиковался на немецком мир поздно заметил существование этого языка планка план калькюль это язык структурный который был до фартрана до алгола был фартран до фартрана хотя люди про это мало кто знал знал только конрад цузи и там каких-то немцы был язык план калькюль план 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 вычислений вот и даже был в память о конраде цузи это был человек который сделал вот эти вот релейные вычислительные машины еще в тридцатых годах до эниака но американцы сделали вы знаете там сорок пятом году не сделали компьютер эниак первую электронную вычислительную машину там были мегагерц уже где-то скорость миллион операций в секунду а у конрада цузи там были реле они стучали механически так но там была уже двоичная система счисления и она работала у него в тридцатые еще годы они в сороковые в общем был такой прикольный немец он там немножко даже в гитлеровской германии собственно попал но он не принимал активного участия в этих действиях в общем ладно что-то и углубился в его жизнь он эмигрировал потом в сша и продолжал делать уже релейные эти машины там и несколько нобелевских а несколько опять углубляюсь ну ладно закончим конрад цузи опять же можете про него узнать я уж простите ушел в историю да ладно но вот идея структурного программирования она появилась написано в семидесятых годах но в шестидесятых уже начиналась на самом деле кипиш но вот прям структурное программирование собственно сформулировал эсгар вибе дейкстра очень много есть алгоритмов дейкстры тоже советую про этого ученого узнать прикольный чувак а популяризатор этой идеи никлаус вирт никлаус вирт в цюрихском университете за в кафедрой был вот сейчас бертран мейер его продолжатель собственно он создатель широко известного в школах языка паскаль вот он прямо активно в том числе в паскале популяризировал потом язык был еще отдельный модула в котором он пытался развивать и продолжать эту парадигму в нее входят следующие пункты любая программа состоит из последовательного исполнения ветвления и циклов вы можете мне сказать тимофей федорович подождите а что еще может быть а я вам скажу если вы пишете на языке низкого уровня ассемблер или не дай бог на машинных кодах то у вас там будут все время jump jump not equal jump equal jump greater than и так далее и так далее прыжки прыгнуть туда прыгнуть сюда и саму последовательность исполнения становится очень сложно отследить в python нет оператора go to ну в языках типа c++ и даже в java еще есть оператор go to но его применение стараются ограничить ну вот первый пункт это про то что no go to никаких вот этих вот переходов туда-сюда прыжков по коду либо последовательное исполнение либо ветвление альтернатива да то или другое действие либо циклы второе логически целостные фрагменты оформляются в виде подпрограмм в тексте основной программы вставляется только инструкция вызова под программу а потом собственно после окончания программы исполнение продолжается инструкции следующий за командой вызова под программу ну это по сути так называемые синхронные вызовы функции то есть вызывающая сторона вызвала функцию дождалась результата получила очень важная вещь я старался много раз заговаривать про функции в рамках этого учебного курса вот сейчас мы еще раз на практике вот это дело увидим про делегирование ответственности в функцию ну и третий пункт разработка программы ведется поэтапно методом сверху вниз ну вот собственно про первый пункт я уже сказал про пункт 2 я уже тоже как это появились синтаксические конструкции функции процедуры ну в языке python это функции конкретно да вот ну давайте про функции немножечко да сама суть функции в том что мы можем делегировать ответственность за выполнение под задачи соответственно мы хотим чтобы что-то было выполнено ну например там человек как клиент хочет построить дом да он для этого не идет строить дом сам сам себе да тут как раз предыдущая ситуация как сказать сам себе построить дом еще и вылип кирпичи на все самого нуля да и выкопай фундамент и и что-нибудь еще короче все сделай сам да а здесь он говорит так подождите я хочу дом какие вообще необходимо вещи знать чтобы задача в принципе была выполнена то есть мы формализуем постановку задачи и параметры мы передаем в качестве ну вот здесь этот домик надо нарисовать наверное я уж не знаю там через этот но в смысле того что это листочек с планом дома ну как бы человек хочет он должен дать геопозицию для того чтобы в принципе сказать где он построит этот дом да он должен дать деньги в соответствующем количестве чтобы построить этот дом да и он должен выдать зарисовку ну некий план скажем так того что он собирается построить да а человек отвечающий за выполнение этой задачи вот этот менеджер да он соответственно возвращает непосредственно ну готовый результат дом это мне важно было сделать это отличие между домиком и результатом понятно логика да вот ну и собственно вот здесь вот я структурное такое распределение ответственности хотел бы продемонстрировать да давайте посмотрим на эту картинку еще раз только наверное немножко поменьше чтобы мы все это увидели да на самом же деле у нас может происходить так на самом же деле у нас происходит такое вот все правильно не нужно менять как сказать делегирование ответственности за последующие подзадачи да то есть на менеджер втайне от собственно заказчика да ну тут вот стрелочки немножко наоборот направо налево но смысле того что эти параметры передает клиент заказчик а менеджер возвращает готовый дом но как он это делает он делает это следующим опытом но я не реальный процесс описываю некую модель скажем тогда то есть на самом деле в начале до менеджер должен заказать проект детализацию разработку технической документации архитектору передал архитектору и только после того как он возвращает ему документацию по строительству архитектурную документацию можно что-то дальше строить да менеджер берет дальше соответственно параметры которые были переданы от заказчика а именно там деньги или часть денег да и геопозицию архитектора может быть не так важно было где это находится на самом деле опять же там пробы земли это модель просто модель поэтому не думаем об этом да там каких-то деталях места строительства которые могут поменять архитектурную модель но смысл в том что он передает вот уже готовую документацию вместе с дополнительными параметрами человеку который отвечает за само строительство да ну некий скажем так прораб да так вот фишка в том что менеджер по строительству дома может не то есть точно так же как сам заказчик может не думать про то как менеджер строит дом примерно так менеджер может не думать слишком сильно о том как прораб строит дом то есть на самом деле опять же все сложнее живые люди и живые процессы но смысл в том что прораб получив это возвращает готовый дом да при этом прораб сам ничего не строит он держит в руках смету деньги в кармане имеет он будет покупать соответственно материалы заказывать работу у бригадиров так для строительства надо выкопать фундамент да то есть он передает ему задание он говорит ему так дорогой сейчас вот сюда да дорогой мне нужно вот в этом месте да вот земная твердь да на которой ты стоишь да вот надо выкопать фундамент вот его параметры да ну то есть он ему короче предоставляет часть архитектурной документации которая касается строительства фундамента да то есть эти параметры пробросил а этот соответственно ему возвращает готовый фундамент после того как фундамент готов и только после этого соответственно прораб заказывает бригадиру каменщиков возведение стен на а после того как стен и готовы они возвращаются прораб передает готовые стены вместе с готовым фундаментом со стены передают ну слон этом ссылку указали передает бригаде кровельщиков точнее бригадиру там конкретно да на самом деле можно уйти в большую детализацию И когда, ну понятное дело, что когда мы программируем, то нужно и тут тоже уходить, ну кровельщик, да, он же бригадир, он же не сам делает, ну часть работы может быть сам, но реально у него вот здесь вот, да, у каждого из них можно было бы дополнительно нарисовать, да, вот, окей, да, вот с этой точки, дополнительно нарисовать, дополнительно нарисовать несколько стрелочек, так, сейчас, очко-очко. Несколько стрелочек, да, того рабочего позвать, того рабочего позвать, да, и так далее, то есть вот он мог бы тоже это дело распределить, то есть сделать такую вещь важнейшую, как декомпозицию. Вот есть большая задача, да, как некая, ну вот я сейчас как некое множество нарисую, да, некая задача, и вот задача может быть как бы разбита на некоторые подзадачи, мы говорим, так, вот эту подзадачу мы отдельно сделаем, вот эту подзадачу мы отдельно сделаем, понимаете, да, вот на куски порубить. И выполнение подзадач мы снимаем с себя, как головную боль, и говорим, это сделает вот та функция. Надо здесь заметить еще одну важную вещь. Какой ресурс главный, которым пользуется программист, в смысле, его человеческий ресурс? Как вам кажется? Я не столько про скиллы. Конечно, очень важно иметь скиллы, там, не знаю, ну, желательно владеть английским языком, потому что программировать-то желательно прям по-английски все идентификаторы называть, правда? Называть по-английски, ну, знание математики, ну, да, ну, не всегда оно бывает нужно, прям скажем, ну, то есть элементарное, да, но высшая математика нужна далеко не всем. Алгоритмы, ну, хорошо бы знать программисту алгоритмы структуры данных, иначе он может влететь на неэффективный код, но вы знаете, опять же, в реальной практике, те, кто пишут большой программный код, да, программируют по-большому, не всегда бывает нужно, но голова, вы знаете, концентрация внимания, концентрация внимания, вот нужно, вот, человек не может все время быть сконцентрированным, и программисты опытные знают, что в течение дня есть несколько, максимум, 3 часа, ну, максимум 4, может быть, часа, а у кого-то и меньше, бывает час, в который реально собрался и написал очень много кода, то есть сконцентрировался, вот она, выжимка такая. Ну, на самом деле, чаще всего это распределено, то есть раз кусочек, два кусочек, и именно поэтому очень важно разрубать программу на кусочки, на вот эти самые функции. Давайте с вами посмотрим немножко, я еще чуть-чуть, как это тут, поиграюсь, а потом мы перейдем, собственно, к демонстрации, потому что она тут самая важная сегодня. Так вот, собственно, пункт 3 структурная парадигма, он самый важный, и в нем я покажу сейчас, как происходит вот этот вот процесс распределения ответственности и постепенного, поэтапной разработки. Вот, ну, сейчас будет, я про заготовку, я даже пропущу, потому что у нас тут, у меня готовые есть уже там целая последовательность того, что мы будем делать, значит, ну, вот есть у меня какая-то заготовка, начиная от нее мы будем двигаться. Вот, значит, по проработку интерфейсов тоже поговорим, я что хотел сказать, есть еще одна важная вещь, которую я тоже хочу сразу произнести. Это такое понятие, как итеративная разработка. Это как раз методология разработки. То есть это не парадигма программирования, но это такой подход, в котором каждый шаг разработки, он фиксируется. В самом худшем случае это фиксируется методом сохранения файла. Файл версия .1, файл версия .2. Это самый примитивный подход, но даже это лучше, чем продолжать работать в одном и том же файле. Вообще-то для этого существуют так называемые системы контроля версий. То есть для того, чтобы, собственно, вот это вот применять, ну, вот эту итеративную разработку, да, лучше всего пользоваться такой штукой, как гид. Гид, это одна из систем контроля версий, на самом деле этих систем контроля версий существует много разных, но гид одна из лучших. Ну, вот, ну, собственно, может быть, я и гид сейчас успею показать, но смысл в том, что вот каждый кусочек, да, делается как некий вклад, коммит. Вот, и, собственно, ну, слушайте, есть люди, которые искренне верят, знаю таких людей, искренне верят, что Господь сотворил мир за, как сказать, 6 реальных суток, да, то есть как бы, и причем можно даже совсем довести до полного, как сказать аккуратно, ну, до окончания, да, что, а представим себе, что вот, что называется, вот он начал и, да, давайте вот отсюда, да, вот как бы начал и рэс, и все, да, но если даже Господь Бог сотворил мир в 6 коммитов, в 6 вкладов разработки, да, вот, ну, тогда уж даже там, да, вот есть некая вот последовательность. Ну, вот можно, я почему люблю эту тему, я преподавал некоторое время на программирование у биологов, вот, и мне было, для объяснения этого подхода, я говорил, ну, как бы, представьте себе, что вот у вас есть некий промежуточный уродец, но вы не должны задерживаться в этом состоянии, нужно раз и приземляться, доводить программный код до консистентного состояния, то есть вот это состояние, как бы, вот здесь вот, да, когда вы размечтались, там, ну, сейчас я поясню, это вы увидите, да, но вот творчески размечтались, распрограммировались, а потом так, ой-ой-ой, скорее, чтобы оно стало компилироваться, там, корректно выполняться, ну, в общем, чтобы работало, чтобы программа была самосогласованной, консистентной, да, понятна логика, ну, у нас Python, он некомпилируемый, ну, был бы компилируемый язык, да, я бы сказал, что она в этот момент должна компилироваться, да, но вот эти вот порции разработки не должна быть большой, это должен быть логически понятный кусок, чтобы вы вот за вот это дело могли отвечать и сказать, я сейчас изменил вот это, ладно, ну, время двигаться вперед, собственно, к демонстрации, ну, мы сейчас в OOP пока не идем, значит, мне для работы понадобится Atom, я буду работать в Atom, не в Idle, ну, то есть я, это текстовый редактор, можно любой использовать, но Idle, он слишком, скажем так, слишком простенький, да, в нем я, конечно, могу писать файлики, но я хочу сейчас писать именно не в Юпитер-ноутбуке, я не хочу писать отдельными ячейками с пояснением текстов, я хочу создать файлик со скриптом, который будет выполняться локально и делать нечто, что мне требуется, что еще понадобится мне сейчас, да, то есть, ну, во-первых, можно, конечно, то, что я буду показывать, безусловно, можно делать и в Idle, просто мне нужно будет сворачивать программный код, по нему там навигацию, поэтому я откажусь от Idle, буду работать в Atom. Но, тем не менее, есть одна вещь, которая мне прямо очень понадобится, я установил сейчас вот свежую версию питончика, значит, но для работы, собственно, для создания запланированной программного кода, в котором мы будем строить дом, ну, методом Александра Розенбауба, нарисуйте мне дом, да, будем рисовать дом, ой, я прошу прощения, улетели, так, о, примерно так вот. Короче, мне понадобится библиотека Pygame. Pygame это библиотека для разработки игр. Вот, установить ее можно следующим образом. Для этого мне потребуется открыть командную строчку, я нажал комбинацию клавиш Windows R, ну, такая Windows клавиша на клавиатуре, между Ctrl и Alt, Windows R выполнить. И там cmd написал, это командная строка Windows, в этой командной строке я напишу pip install pygame. Соответственно, происходит pip, это у нас менеджер пакетов, ну, если вы устанавливали себе numpy локально на вашем компьютере, то вы уже делали pip install numpy, pip install matflotlib, pip install pandas. Вот, собственно, ну, мне сейчас ни pandas, ни numpy здесь локально не понадобятся, только Pygame. Соответственно, теперь мне нужно будет, ну, вот эти вот скрипты, мне бы нужно их запускать. Надо понимать, что Atom это не интегрированная среда, да, поэтому я здесь, он, конечно, подсвечивает программный код, он позволяет многие вещи, там, видеть удобно, работать с этим делом достаточно, да, но в нем, как вам сказать, ну, я не могу это дело запускать, скажем так, да, нет возможности запускать, отлаживать, мне нужно будет это запускать отдельно. Ну, вот у меня есть, собственно, файлики, питон стоит, поэтому я могу это дело просто запускать, вот прямо отсюда, ну, открывать и все, и вот у меня будет что-то рисоваться, да. Давайте посмотрим немножко на шаблон программы, с которого я начну, потому что мне, ну, в принципе, я могу сказать так, ну, вот есть, да, мне понадобится, вам, если вы сами захотите попрограммировать под Pygame, то вам, безусловно, понадобится зайти на сайт pygame.org. Это свободная библиотека, сам язык пайтон свободный. Так, уйди, ничего не надо переводить, люблю я английский язык. Так, значит, здесь есть, собственно, документация, документация по языку, вот, и здесь есть какие-то вещи, там, most useful stuff, вот. Ну, короче говоря, я сейчас не буду углубляться, но если что-то понадобится, необходимое для, там, работы, я просто залезу и посмотрю, так, что там, PygameDraw, что он имеет, PygameDraw, Ellipse и так далее. Понятно? Вот, соответственно, это некий ресурс такой, вот, в который вы будете входить для того, чтобы, так, это мне сейчас не понадобится, а понадобится мне сейчас запускать файлик, где он запущенный, вот он, образец этот, я его закрою, и, собственно, в Atom мы сейчас поредактируем программный код. Итак, давайте посмотрим, что у меня здесь происходит. Так, ну, импорт понятно, да, там, дополнительно PygameLocals, библиотека математическая стандартно подключается, да, там, для, ну, она может понадобиться для некоторых вещей, потом, сейчас она не нужна пока. Для запуска Pygame'а вначале нужно сделать PygameInit. Да, вы вот здесь видите несколько констант, это константные, ну, такие, кортежи с константами в режиме RGB, RGB True Color, True Color, это, соответственно, такая модель кодирования цвета, опять же, не будем уходить в детали, скорее всего, вы с ней уже знакомы. Ну, вы знаете, да, что у нас есть эти палочки и колбочки, три вида колбочек, которые детектируют разные спектры, кусочки видимого спектра, и у большинства людей они исправно работают. У кого неисправно, те дальтоники. Вот, дальтонизм болезнь такая, да, Джон Тальтон, ученый, который был с этой болезнью, он ее исследовал. Вот, соответственно, у обычных людей вот есть три сенсора на сетчатке глаза, и мы, соответственно, можем определять, а мониторы как раз ровно в пике интенсивности этих цветов нам стреляют нужными частотами фотонов, ну, и мы это воспринимаем. В модели True Color у нас от 0 до 255 значения цвета. Ну, вот, соответственно, RGB, если мы говорим компонента цвета красная, 255, зеленая и синяя по нулям, то это получается чистый красный. Это чисто зеленый, это чисто синий. Такой небесно-голубой, циан, соответственно, бирюзовый по-русски, да, браун, коричневый, ну, как это, красный с зеленым, но еще и не очень ярко, да, а если слишком ярко сделать, то будет желтый на самом деле, потому что это не вычитание цветов, как вы красками, когда в палитре краски смешиваете, там вычитание цветов. А здесь, когда свет складывается, две лампочки светят одновременно, да, то свет усиливается, и гармоники накладываются. Оба ваших вида колбочек реагируют, соответственно, и воспринимаются как желтый. Ну, это если сделать ярко. Ладно. Ну, и черный, это полное отсутствие по всем компонентам. Ну, ладно. Короче, я, простите, ушел тоже не совсем туда и довольно глубоко. Давайте Pygame. Я очень кратко поясню, потому что нам нужно двигаться вперед. Инициализируем Pygame. Сделаем, собственно, окно, в котором мы будем работать, умеренных размеров. Да, ну, и поставить заголовок. Set Caption, да, для этого окошка. Сюда будем писать, собственно, команды рисования. А здесь этот цикл обработки событий, сейчас мы им пользоваться не будем. То есть, вот это вот кусочек, в котором, собственно, после того, как апдейтится состояние экрана, подновляется. Ну, дальше происходит цикл, в котором булевская переменная удерживает цикл. Ну, цикл в состоянии зацикленности. Мы ждем очередных событий и, перебирая эти события, говорим, ну, если событие выйти, ну, тут написано, либо вниз или Escape. Видите, то есть, несколько вариантов. Ну, можно что-то выкинуть. Ой, почему интересно, вниз. А, Type Keydown, нажатие кнопки. Это тип события, а сама клавиша Key Escape. Ну, короче, если нажали Escape, то тоже выйти, по сути. На самом деле, можно сменить на Key Up. Тогда Escape должен быть поднят, чтобы выйти. Но не будем сейчас ничего менять. Перемена отмечается в True, и на очередном цикле мы выйдем, потому что уже будет. Ну, короче, слушайте, я ушел слишком глубоко, это нам не важная вещь. Все ценное мы будем писать тут. Ничего, кроме модуля Draw, не понадобится. Значит, товарищи. У меня сейчас довольно ограниченное время. Поэтому я сейчас не имею такой вот возможности взять и начать глубоко, вручную это дело перерабатывать. Вот это можете считать, что мои как бы версии разработки, причем еще и без системы контроля версии. То есть, вот я вот записывал отдельный файлик, и версия такая, и версия всякая. Слушайте, это плохо, надо пользоваться ГИТом, надо сопровождать это коммит-месседжем. Но я не учил вас ГИТу. К сожалению, курс все-таки он не про это. Но вообще, вы обязательно должны научиться, и в других курсах вас наверняка научат, собственно, пользоваться системой контроля версии. Это очень важно. Даже, мне кажется, что современные писатели могли бы пользоваться ГИТом для своих текстов, произведений. Вот реально. По-моему, это стоящая штука. Значит, поэтому давайте мы двинемся вперед. Но поверьте мне, все изменения, они будут, по сути, вот здесь. Так вот, идея следующая. Мы в нашем процессе разработки пойдем методом мечтания. То есть, вот я возьму, опишу функцию, которая должна, собственно, рисовать всю картинку. Ну, и фон, и домик. А здесь я только вызову эту функцию. Это ровно та ситуация, которую я вам описывал вот здесь, когда мы говорили про делегирование ответственности. То есть, менеджер обещает построить, ну, построить дом, но в данном случае нарисовать всю картинку, в том числе фон. Понимаете, да? Он пообещал, но реально он этого не сделал. Эта функция, она является, ну, не знаю, шутником или мошенником, в конце концов. То есть, она эту ответственность на себя как бы взяла, но реально ничего не делает. Вот это состояние программы, несмотря на всю его абсурдность, оно консистентное. Я поясню. Дело в том, что я могу программу вот в этом состоянии, вот в этом состоянии, я могу ее взять и запустить. Да, она в каком-то смысле хуже, чем ее старая версия, потому что вообще ничего не нарисовано. Ну, я, тот, кто позвал функцию нарисовать дом, он как будто бы уверен, то есть, вот здесь вот, да, как будто бы уверен, что все нормально, картинка нарисована. Ну, типа, сделай мне хорошо. Сказал, вот, а он сделает хорошо, а функция, на самом деле, ничего не делает. Вот, понятно? Но, тем не менее, некое, скажем так, развитие в этом уже началось. Да, я перенес ответственность, но, на самом деле, перенеся ее туда, я ее никак не распределил. Ну, давайте перейдем к следующему шагу, который будет вот более понятный, да, и чуть-чуть большего размера. Значит, а, да, один важный момент. Дело в том, что перед тем, как начинать, перед тем, как двигаться дальше, да, и начинать детализировать содержимое этой функции, надо бы описать ее интерфейс. Это элемент формализации, то есть, возвращаясь вот сюда, про итеративную разработку, да, вот мы размечтались, пописали, а потом нам надо формализовать. И вот эта вот формализация до того момента, когда я могу реально пойти попить чашечку кофе и забыть о программе вообще. Или, не знаю, пойти домой, поспать, да, прийти на следующий день, или уволиться в конце концов, заболеть и умереть. Ну, вот момент важный, что программа вот к этому моменту должна быть завершена до некоторой логической, ну, может быть, не точки, но запятой. И поэтому у функции желательно писать документ-строку, да еще и такую, чтобы в ней была прописана суть передаваемых параметров, суть того, что делает, собственно, функция. Если бы эта функция что-то возвращала, то еще и что она возвращает. Ну, существуют разные варианты уже деталей того, как именно надо писать документ-строки, чтобы это было хорошо, красиво и соответствовало стилю. Ну, мы сейчас не будем уходить в эти детали. Первое, главное, должна быть формализация, формализация интерфейсов. То есть, интерфейсы должны быть, ой, вернись, друг дорогой, должна быть, интерфейсы должны быть проработаны. Ну, собственно, здесь где-то у меня была такая штука, когда проработка интерфейса функции. Какие параметры принимает, какой выдает результат. Понятно? Вот. Ну, соответственно, в идеале интерфейс надо задать один раз, в дальнейшем не менять. Реальность, к сожалению, она такая, что иногда приходится переделывать эти интерфейсы. Но вообще-то неприятно бывает. Ну, собственно, интерфейс, оно бывает довольно болезненно. Ладно. Про гибкость это отдельный разговор. Давайте пока относительно про это забудем, двинемся вперед. Итак, вот здесь я сейчас формализовал, собственно, то, что делает функция drawImage. И вот, можно сказать, вздохнуть спокойно. Так, ок, формализация закончена. Итак, давайте, собственно, пойдем дальше. Ну, слушайте. Вот, может быть, я смотрю внимательно за временем, мне еще нужно целую кучу все рассказать. Поэтому я... Было бы в идеале, чтобы я это вам прописывал сейчас. Ну, мы найдем, что прописать. Давайте лучше мы увидим принципиальный подход. Вот, что здесь изменилось. Я вставил вот здесь расчет параметров рисования картинки. Соответственно, вот из этого окна, которое мне дали, я достаю его размеры. И присваиваю их кортежным распаковкой. Ну, это вот, что там, кортеж возвращается. Распаковываю в ширину и высоту окна. Ну, а дальше я должен продумать. Ну, я как некий менеджер буду сейчас командовать. Кем? Разве есть функция рисования домика в Pygame? Нету, конечно. Но я как бы размечтаюсь. То есть, я делаю такой вот как бы взлет моей мысли. А вот как будто бы эта функция есть. Да? Ну, тогда мне нужно рассчитать параметры, где я буду, собственно, домик строить. Да? Ну, наверное, где-то посерединке по ширине. Ну, где-то посерединке по высоте. Ну, здесь сделано 2 третьих. Да? Какая ширина домика? Ну, давайте так. Вот, что называется, я планирую это. Это пока все вилами по воде. Потому что этого всего еще не написано. Возникает такая... Я пишу программу и, по сути, ее проектирую прямо в процессе. Я говорю, ну, вот у меня некое полотно моего окна. Да? Где в рамках этого полотна я буду делать дом? Ну, я говорю, ну, давайте где-то вот тут. То есть, чтобы он был, например, занимал треть по ширине. Да? Примерно вот так вот. Ну, по высоте он, может быть, там побольше будет. 4 третьих. Ну, 4 третьих. Да? Вот это вот. 4. Правильно? Умножить на 4 разделить на 3. А! Это, соответственно, это от ширины 4 третьих. От ширины 4 третьих. Ну, короче говоря, то есть, вот, чтобы он был немножко выше за счет вот этой крыши, да, суммарная его высота. Да? Ну, это просто я на самом деле уже немножко как его прикидываю. Можно на бумажке себе нарисовать, потом можно подправить. Но я рассчитываю некие параметры, с которыми я буду вызывать пока что несуществующие функции. После чего прописываются сами функции, вызовы, точнее, функции, на drawBackground. Можно? Угу. И я говорю, ну, что нужно, чтобы нарисовать бэкграунд? А что нужно? Да, собственно, надо передать window, на котором мы будем рисовать. Его ширину до высоту. Ну, вот и все. Так, секундочку. Ах, это ж не гоня, капец какая-то. Ну, ладно, кажется. А, я могу схитрить. Так. Чтобы по максимуму кода поместилось. Во. Значит, короче. Этого достаточно, чтобы нарисовать фон? Достаточно. Ну, и еще домик нарисовать на этом же окне, вот с этим XY. House with house height. Хайп. Но, на самом деле, здесь есть некие проблемы. Уже. Домик нарисует кто-то другой, да? То есть, не я, а кто-то. Я, хорошо. Его ширина и высота. Это вот эти два параметра или вот эта высота домика? Вот эта или вот эта высота? Понимаете, да? И я говорю, ну, исходя из тех чисел, которые я сюда поставил, я сам для себя пока никуда не записал это. Пока это только у меня в голове. Я говорю, так, давай-ка я сделаю вот это высотой домика, а уже относительные вот эти я буду рассчитывать там в процессе. Ну, вот внутри функции draw house, она там будет рассчитывать размеры относительные. То есть, для меня принципиально, как сказать, вот это вот, как сказать, мегапрямоугольник, в который помещается домик. У нас уже была какая-то предсказуемость, куда он будет рисоваться. Но есть еще один момент. Я хочу рисовать домик в конкретной позиции моего окна. И для этого есть house x, house y. Да? x, y отсчитывается у меня от левого верхнего угла. Давайте другим цветом отрисую. Да? x, y идет от сих. x сюда, y сюда. Идет. Но какая именно точка должна быть опорной? Ну, или, скажем, базовой, да, base point. Вот что должно быть базовой точкой для моего домика? Я могу выбрать любую. Я могу сказать, давайте вот это, левая, верхняя. Для многих объектов, которые в пайгейме, именно так и делается. Или давайте центральная. А почему нет? А почему не центральная? А может быть дальняя или вот это? Я сделал выбор. Это мой произвол как программиста, придумывающего интерфейс. Я говорю, окей, а давайте я сделаю точку, которая находится внизу, в середине. На самом деле, это логично будет, если я начну увеличивать, уменьшать домик, то его положение по центру не будет меняться. То есть, для вот этих вот скейла, да, как бы, это будет удобно делать. Понятна логика, да? Ну, и опять же, увеличение домика, то есть, как сказать, он стоит, да, нижняя часть стоит на месте, а он растет, если растет, то, ну, в смысле, если я захочу менять его размеры, то он расти будет вверх. Ок? Я думаю, ок. Соответственно, выбрав вот эти вот, вот так выбрав эти параметры, я могу дальше начать, ну, создать вот такие функции, да. Почему их нужно создать? Дело в том, что если их не создам, ну, то есть, вот, начинается с того, что я прописываю тело своей уже имеющейся функции. То есть, я сейчас, как бы, ход мысли рассказал, пока вот это пишется. Теперь представьте себе, что моя программа вот в этом состоянии. Имею ли я право ее, как говорят программисты, закоммитить? Я запускаю ее и получаю ошибку. К сожалению, я этой ошибки сейчас не увидел. Чтобы ее увидеть, мне нужно, собственно, попасть вот в это место. Сейчас, секундочку, а как называется это у меня? Лекция 12, а, лекция 12, сейчас, секундочку. Ага. И вот здесь запустить Python House 4, чтобы я увидел ошибку прямо в консоли. Вот здесь вот в консоли я увижу ошибку. NameError. DrawBackground is not defined. То есть, я попытался вызвать функцию, которой нету. Послушайте, это реально важно осознавать, что мы имеем на это право в процессе программирования. В процессе разработки мы имеем право вызывать функции, которые еще не созданы. Но ненадолго. Вот этот творческий подход. Мы как бы взлетаем своей мыслью к небесам. Невозможно написать даже программу Hello World, которая была бы, не проходила бы через вот этого промежуточного уродца. В некомпилируемом состоянии. В тот момент, когда я начинаю писать print Hello World, букву P. Все. NameError. Python говорит, я не знаю, кто такой P. Понимаете? Когда мы допишем слово print, но еще не напишем скобки, у нас программа станет в консистентном состоянии. Только функция не вызывается. Мы как бы обращаемся к ее имени, но не вызываем. Короче, смысл в том, что мы вот здесь вот мечтаем, да, и вызываем функции, придумывая их на ходу. Мы придумываем подзадачи, которые в процессе решения задачи конкретной нашей функции, мы придумываем, какие именно подзадачи можно было бы делегировать. Понимаете? То есть, что можно выделить отдельно и решать отдельно. Я изготавливаю функцию шутника, функцию мошенника. В этой функции можно даже прописать там такой комментарий, fix me, почини меня, или to do. Но это не желательно отправлять такие вещи в репозитории. Это скорее можно там прописать в план разработки. Но, тем не менее, их можно еще назвать так, функция заглушка. То есть, мы пишем функцию, которая как бы она работает, она позволяет осуществить взаимодействие, прогнать интерфейсы, прогнать туда-сюда, чтобы оно... И, собственно, именно поэтому я вот сюда и сейчас и вставлю обратно функции заглушки. Draw background, да, то есть я должен прописать сюда вот эту функцию, которая как бы работает. Ну, что она будет делать? Да ничего она не будет делать. Но в самом примитивном варианте, да, она будет писать path. Path это заменитель синтактической конструкции в питоне, ничего не делает. Значит, ну еще мне нужна функция draw house, иначе не запустится. Но я не буду сейчас экспериментировать, я уверен, что она не запустится, поэтому я тоже сделаю заменитель функции, которые как бы есть. На самом деле он ничего не делает. Так, одну секундочку. Немножко неровно получилось. Вот две функции, которые... Функции пустышки. Ничего не делают. Ну, у меня была альтернативная версия, я там распечатывал, что функция как бы позвана, да, но я вот в этом состоянии могу программу, собственно, в принципе запустить. Она ничего не делает по-прежнему. Но фишка в том, что тот кусок программы, который я, вот, draw image, больше не потребует своего редактирования. То есть вот это написано уже окончательно. Окончательно. Так, там была такая штука у меня где-то. Как тебя научить? О, вот так вот. Свернуть. То есть я могу сейчас свернуть программу... Этого я специально ради этого Atom сюда поставил, на этот компьютер. Atom это, ну, такой текстовый редактор. Atom.io. Он работает, он кроссплатформенно работает под любой операционкой. Но вообще сейчас не суть в том. Я свернул, чтобы вот у меня можно было раз, и как бы сложность, ну, вот, всю содержимую функции сейчас пока вот сюда припрятать. Ладно. А что делать дальше? Закончил ли я, собственно, процесс формализации? Все, я закончил, можно уходить, можно делать коммит, сохранять версию, уходить. На самом деле нет. Необходимо так же, как это было сделано раньше, прописать документ строки. Я специально сейчас не размазывал, не прописывал это слишком широко, очень кратко, по-русски тоже. Меня можно за это поругать. Но тем не менее. Рисует фоновое изображение для пейзажа с землей и небом. То есть я, понимаете, еще раз, вот после этого, в прямоугольнике справа снизу от опорной точки с Y, как на window, размером и width по горизонтали, height по вертикали. Все, вот это я могу отправлять джуниор-программисту в качестве подзадачи. Сказать ему вперед. Вот тебе сайт PyGamer в качестве документации. Вот тебе кусок программного кода, куда ты вставляешь, собственно, вот в это место, вместо этого принта. Вписывай, пожалуйста, всякий вызов функций. И то, что тут написано, надо реализовать. Все. Другому программисту я говорю, о, тебе нарисовать дрохаус. На самом деле здесь, конечно, рисует одноэтажный сельский домик с двускатной крышей и окном. Вы знаете, кстати, что вот американцы, американские дети или взрослые, если их сказать, быстро нарисуй мне дом. Они рисуют не домик с окном, а домик с дверью. У них там дверь. Мы русские люди, мы по-другому рисуем. Оп, прямоугольник, крыша и окно. А у них там дверь вместо окна. Вот такая разница. Ну вот у меня будет русский домик с окошком посередине. И опорная точка находится в середине домика, в нижней кромке его основания. Я это, то, что было в голове, то, что было частью неявного интерфейса функции, я, как это, на диск сохранить. Да, то есть как бы надо сохранить на диск составить. Вот я это сохранил в документ строку этой функции. Документ строка, она не влияет на то, как функция выполняется, но она позволяет тому программисту, который будет вызывать эту функцию или изменять ее содержимое, понимает, позволяет понять, а что вообще функция должна делать, что запланировано. Понятно? Потому что возникает, собственно, опять же, возвращаясь вот сюда, назад, возникает, собственно, интерфейс. Возникает взаимодействие двух частей программы, вызывающей стороны. Это обе части одной и той же программы. Но тем не менее, место, где функция вызывается и место, где функция вызвана, сама функция. Одной стороне неважно, что там внутри функции, как именно она рисует домик, а это неважно, для чего мы рисуем этот домик, в рамках какой картины мы работаем. Так, окей, ладно, давайте с вами двинемся вперед. Значит, я про это дело обсудил, давайте чуть-чуть ускоримся, иначе мы не успеем целый этап рассказать. Рассказать. Значит, ну вот здесь, опять же, функция Draw Image не поменялась. Вот прям она сейчас в развитии этого проекта просто не меняется. Проработан Draw Background. Ну, она здесь проработана очень просто. Ну, вот нарисовать прямоугольник зеленого цвета внизу, голубого небесного цвета вверху. Ну, соответственно, этот от точки 0 и height пополам до полной ширины и высоты height пополам. Да? Здесь из точки 0,0, то есть левая верхняя точка и, соответственно, ну, тех же размеров. У меня такой вот будет Draw Background. А Draw House пока что ничего не делает, вместо этого он печатает в консоль. Ну, тем не менее. Я буду специально сейчас, чтобы вот эти вызовы того, что в консоли было видно, ну, эти распечатки было видно, а потом, ну, что там мелькнуло черное окно. А вы даже ничего не понимаете, что там происходит, да? Давайте я запущу, даже предыдущая версия хорошо было бы запускать отсюда. Ну, это понятно, да? Вот я сейчас запущу еще House 2, например, да, была версия. И функция Draw Image вызвана, но ничего не рисует. Помните вот это состояние, да? Когда вот у меня была функция Draw Image, была сама по себе мошенником. Да? Ничего не делала. Значит, потом у меня появилась версия, это, по-моему, когда у меня не было, у функции было пустое содержимое, да? А сейчас у нас, видите, Draw Background вызвано, но ничего рисует. Draw House вызвано, но ничего рисует. Слушайте, какое-то безумие. У меня по-прежнему черное окошко. Я уже сделал несколько, ну, по сути, как бы несколько коммитов. У меня коммит, коммит. Ну, я уже к пятому перешел, к пятой версии программы. Ничего не рисуется. Вот, ладно. Я уже, на самом деле, шестую обсудил с вами, да? Мы уже вот здесь находимся, я уже шестую вам сейчас показывал, да? В которой у меня, наконец-таки, что-то реально из Pygame Draw вызывается и реально будет сейчас рисоваться. Вот. Ну, собственно, давайте запустим. Наконец-таки. Наконец-таки. Только домик не рисуется. А функция, которая должна была бы рисовать домик, она вместо этого отправляет информацию. Ну, по сути, это как некий лог. Ну, есть такая вещь, как файлы журнала. Логи называются. Файлы логиров. Программное обеспечение, когда запускается, оно кое-что тихонечко печатает куда-то себе бортовой журнал. Да? Вот эти логи. Да? Бортовой журнал корабля. Это будет, соответственно, лог оф дэ щип. Да? Как бы... Кэптэн з лог. Но вот программное обеспечение может какие-то вещи писать в лог. Ну, в данном случае, не видео лог, да. В принципе, в файлы журнала. Так вот, здесь у меня вот эта вот штука, она как бы упала информация. Ну, как бы вызвано, но ничего не рисует. Да? Ну, это такая отладочная информация, которая мне позволяет понимать, что вообще происходит. Именно поэтому я сюда этот принт и вставил. В принципе, сюда можно было передать еще и, ну, распечатать, кроме этого, дополнительно, там, не знаю, параметры, с какими функция вызвана. Ну, я тут превысил, допустим, на длину строки. Плевать, я вот так сейчас перенесу. Попит 8. Вот, стоп, надо бы сделать здесь. Ну, ладно. Я сейчас просто, чтобы увидеть, да, функции и параметры какие-то конкретные. 300, 400, 200, 266. Ну, какие-то параметры. Да? Это точка по центру. Окно у меня 600. 400 на 400, что ли, да? 3 четверти. Да? 400. Это у меня... Что получается? Нет, это, видимо, половина 600 на 600, наверное, окошко у меня. Какой размер у меня? 600 на 600, да. Значит, это по серединке по иксу, а 400 это... А, это 4 третьих от 300. Ну, короче, я подгадал, чтобы это были более-менее целые размеры. Но реально функция ничего не делает. Теперь Draw House что-то делает. Я прописываю Draw House. И это подразумевает, что мне нужно вычислить высоту основания. Мой домик будет стоять на основании. Высоту стен, исходя из общей высоты дома. Ширину стен. Мое основание будет немножко шире, чем стены. А стены, соответственно, должны укладываться немножко, как бы, поуже. 7 восьмых я сделал. Я делю нацело, чтобы отбрасывать дробные части. Оставалось, чтобы значение оставалось целым. Roof height. Высота крыши. Ну, а высота крыши у меня будет высотой домика. За вычетом высоты стен. За вычетом высоты фундамента. После чего я вызываю функции, которых не существует. Что я вызываю? Я просто пишу сюда, пишу сюда, пишу, пишу, пишу. Собственно, ну, что, мне нужно нарисовать основание. Кто это делает? Ну, это же целая задача, нарисовать основание. Ну, давай ты сделай функцию Draw House Foundation. Нету такой функции. Я сам ее должен буду написать. Ну, окей, чуть позже. Пока что я должен. Я же не могу распыляться. Моя концентрация внимания должна быть собрана на той задачи, которую я сейчас решаю. Я решаю задачу рисования одноэтажного домика. Я не хочу сейчас думать о том, как именно будет рисоваться основание. Может, там нужно, не знаю, панельками выкладывать. Может, ему нужно цвет выбирать какой-то. Или перелив цвета. Не знаю. Это, пускай, думает отдельная функция, как именно это рисовать. Потом, мне надо нарисовать стены. Может, их кирпичиками надо прорисовывать. Я сейчас буду рисовать относительно просто, но тем не менее. Самое главное, что каждому из вот этих как бы подчиненных функций я передаю ответственность за рисование стен, но я вместе с этим должен передать параметры. Я говорю, где я буду рисовать? Я говорю, так, окей. Основание будем рисовать в точке x, y. Ребята, слушайте, послушайте. Это реально очень важно понимать, что вот это творческий момент. Не, 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 можно, код нужен. Он очень важный. Да, я сейчас воспользуюсь этим местом. Да, здесь прям прорисую линию. О, получилось. Короче, смысл следующий. У меня есть, забыли сейчас про общее полотно. У меня есть некий мегапрямоугольник, в рамках которого я должен нарисовать, так, чуть ниже, домик. Да, вот четыре точки, в рамках которых мне надо нарисовать домик. Ну, точнее, мне задана вот эта точка x, y. Да. У меня есть ширина, вот эта, и высота общая. Да, height width. А дальше мне необходимо, дальше мне необходимо обеспечить, чтобы тут получился красивый домик. Я начинаю думать, так, окей, основание, мне нужно будет в функцию рисования оснований передать параметры местоположения и ширины высоты. Ну, ок, ширина, высота, понятно, да, ширина, совпадающая с моей шириной, высоту сейчас посчитаем, да, вот это вот будет высота основания. Height, вот оно, да, height на 8, я ее первый, foundation height, вычисляю, да, ок. А вот точка базовая, я говорю, а давайте у моей функции базовая точка будет посередине внизу, посередине оснований. Это была одна из причин, почему я ее так выбрал. Потому что, когда я захочу делегировать функцию рисования стен, то я скажу, окей, мне нужно для этого, собственно, ширину стен, высоту стен, да, и какую-то базовую точку, опорную точку. Где ее поставить? Я говорю, давайте вот здесь. И тогда у меня опорная точка, которую я передам функции рисования стен, она будет находиться ровно выше вот этой на высоту, ну, выше, в смысле, вот она будет минус, да, потому что у нас Y идет вниз. Поэтому минус foundation height, видите, да, когда я рисую крышу, я говорю, ок, минус еще и walls height, да, видите, вот это место, да, минус foundation height, минус walls height. Это я от опорной точки X, Y отсчитываю местоположение, собственно, для крыши, да, ну, чуть-чуть я не вписался, примерно попал в свой прямоугольник. Вот тут, да, точка должна быть. Понятна логика? То есть я реально продумываю какие-то детали, параметры рисования, чтобы они функционально зависели от, и я придумываю, как грамотно сделать интерфейс функции, чтобы мне было удобно ими пользоваться. Но пока вся эта информация нигде не записана, она не документирована. Она у меня в мозгу, а значит, если я сейчас, вот прямо сейчас, придумав вот этот программный код, заболею и умру, то, ну, или уволюсь, поссорюсь с менеджером и уволюсь. Но при организации работы программистов очень важна заменяемость, что человек сможет продолжить писать мой программный код. Я, за мной придет там Ольга или Андрей и продолжат писать, понимаете? Продолжат создавать программный продукт. Поэтому очень важно сделать заглушки этих функций и документировать их. Собственно, вот документированные заглушки, которые к этим функциям я прописываю. Так, рисует прямоугольный фундамент с размерами по вертикали, да, Draw House Walls, ну, и принт просто для того, чтобы я увидел, что эта функция вызывается. И то же самое про крышу. Реально они ничего не рисуют. Поскольку у меня менеджер рисования моего домика, ну, на самом деле, если вы посмотрите на вот эту картинку, то похоже. Да, у нас только, на самом деле, вот этого инженера контроля качества фактически не будет. А так, фактически, вот эта функция, она, правда, менеджер не строительства дома, а Draw Image, она вызывает функцию нарисуй фон. Эта функция, собственно, Draw Background, рисует бэкграунд и говорит, я нарисовала. После чего этот товарищ вызывает Draw House, который вызывает рисование основания, рисование стен, рисование крыши. Понимаете, да? Продумывая каждый раз параметры. Ну, если бы я сделал отдельную функцию архитектора, которая бы вместо, то есть у меня сейчас функции реального архитектора выполняет, на самом деле, менеджер строительства, да, который передает параметры. Частично функции архитектора выполняет прораб, просчитывая, ну, в смысле, ну, фактически, так я программу строю, что именно он решает, какие вот эти соотношения, какие параметры домика, да, в рамках данного окна. Ну, а этого у меня сейчас нету, да, можно было бы что-то там еще цветочек или дерево рядом с домиком нарисовать, было бы совсем прям вот как на картинке. Ну, ладно, у меня сейчас без него. Ну, вот, собственно, а сами, да, этот товарищ выполняет свою деятельность, этот работает, этот товарищ прораб реально каждого бригадира позвал, а бригадиры все мошенники, они свою деятельность не делают. Но, почему вот это состояние программного кода для меня является ценным? Потому что я закончил этап, где у меня это, да, итеративные разработки. Я на этом завершаю, ну, это уже очередной этап, да, я завершаю очередной этап и могу поспать спокойно. Понимаете? Вот я могу забыть о существовании программного кода, что я что-то писал, потом утром просыпаюсь, смотрю в свой, там, не знаю, канбан доску, там висит тикет, да, надо сделать вот этот кусочек, вот эту функцию, которая рисует основание. Где ее вызвали, где этот домик будет рисоваться, какие пара, остальные параметры, ну, мне плевать, у меня конкретная подзадача, я на ней суперконцентрируюсь, и за счет этой суперконцентрации на узкой подзадаче я могу сделать прекрасное основание, его там, не знаю, как-то в деталях, понимаете, да? Закончил его рисовать, ну, программный код писать, все, как перевернул страницу, забыл. Вот знаете, про студентов шутят, да, экзамен, да, выучил к экзамену все, сдал и все забыл. Вот у программиста вот это некий правильный подход, сделал этап разработки, забудь его, выпусти его из своего сознания, не держи его долго, но чтобы иметь на это право, нужно обязательно документировать. То есть вот этот вот этап приземления, прагматического, когда мы свое творчество, мы перестаем придумывать еще, а еще, а давай я углублюсь теперь в эту функцию, а я еще забыл тут крыши, не знаю, там, трубу пририсовать, да, вот сюда, трубу, или что-то еще. Вот не хвататься сразу за все, собраться, делегировать максимальное количество на отдельные подзадачи, ну, того, что удобно, скажем так, вот эту ответственность делегировать внутрь какой-то функции, она как бы инкапсулируется в эту функцию, понимаете, да? Ой, ладно, ну, давайте и запустим эту версию программы, конечно, домик там не появится, но мы увидим вот эти все жалобы, ну, не жалобы, а вот этот лог, да, домика нету, видим, значит, но мы видим, вот видите, да, функция Draw House Foundation вызвана, Draw House Walls вызвана, Draw House Roof вызвана. Я мог бы даже распечатать, с какими параметрами они вызваны, понимаете? Ну, вот здесь вот добавить, собственно, чтобы он распечатал вот эти вещи, и вот увидеть конкретные параметры, и проверить, а, собственно, интерфейс у меня нормально работает или нет, у меня, как говорят программисты, вот эти пробрасываются значения, которые мне нужны или не пробрасываются, что сюда попадает, то, что нужно или нет, понимаете, да? Ну, я то же самое могу там и сюда сейчас вписать, да, чтобы я вот мог увидеть для всех этих вот вещей, там они примерно одинаковые, да? Правильно, да, x, y, height, width height, да, ну, и здесь та же самая история. Ну, я специально это дело сейчас еще раз сохраню, перезапущу, чтобы увидеть числа. Ну, и все, мне сейчас только посмотреть на числа, и мы сейчас откроем версию, в которой, наконец-таки, ну, я как волшебным образом сейчас, как зайца из шляпы достану готовый работающий программный код. Вот, на самом деле, каждая реализация каждой из вот этих функций, то есть замена ее вместо функции мошенника на реальную функцию, которая будет что-то там вот содержательно рисовать, да, в рамках вот этого описанного, да, это некий отдельный вклад в разработку или, как говорят, commit, да, отдельный commit. После каждого очередного вот этого вклада в разработку очередной кусок домика будет пририсовываться, ну, я сейчас это дело пропишу, собственно, да, пропишу, оно прописано, ну, вот у меня, собственно, я сейчас функции посворачиваю, потому что, как сказать, мне, чтобы видеть заодно все функции сами, да, вот Android House, да, в нем ничего не поменялось. В новой версии программы здесь мне ничего не нужно менять. Так, Draw House Foundation, это примитивно, просто brown color, pie game rect, то есть нарисовать вот такой вот объект, который у меня, соответственно, вот, да. Так, здесь, ну, red color, а, ну, я еще тут сделал Draw House Window, то есть на самом деле у меня тот прораб, который рисует стену, он еще вызывает отдельный, ну, прораб рабочий, который делает стену, он еще вызывает рабочего, который окно рисует. Ну, вот, ну, собственно, она ничего пока не делает, поэтому окна нарисовано не будет, да, ну, а, собственно, еще там двускатная крыша, там вот такой полигон рисуется. Слушайте, я это дело запущу, чтобы мы увидели факт работы, да, пожалуйста, рисуется сие изображение. И, собственно, ну, послушайте, уже наша последняя лекция, в ней нет домашнего задания, ну, домашнего задания, которое бы повлияло на сдачу зачета. Но, я могу вам предложить маленькое самостоятельную работу, если вы захотите, доделать программный код, чтобы там рисовалось окно, а там прям напрашивается. Вот, вот здесь вот функция, которая должна рисовать окно, а в ней вот оставлена пустота, да, такая вот, ну, функция, ничего не рисует. Окей? Ну, ладно, значит, программный код, надо будет побеспокоиться, чтобы он был у вас здесь в ссылочке. Да, ну, я после сейчас лекция, как лекция закончится, я вам добавлю ссылочку. Люди дорогие, к сожалению, вот я не могу рассказать все. Я в плане погружения куда-то, да, я стараюсь делать так, чтобы мы погружались глубоко и понимали, что происходит. На самом деле, вот есть такая вещь, как объектно-ориентированное программирование. Это очень классная парадигма. С точки зрения делегирования ответственности внутрь неких сущностей, она является прямым развитием структурной парадигмы. Вот прям вот напрямую. Только в ней появляются такие, такие, такое понятие, как объекты. Вот, когда мы рисуем домик, здесь не нужно было. То есть, эта задача, она еще относительно проста, но довольно часто бывает удобно объединять. Я понимаю, у нас время, что называется, уже закончилось, поэтому я сейчас не буду уходить в детали. Наверное, я сейчас прям вот просто не буду уходить в детали. Но, я выскажусь, идея объектно-ориентированного программирования, одна из главных идей, это инкапсуляция. Инкапсуляция состоит в том, что мы начинаем мыслить объектами. Объект это, по сути, данные, которые объединены с некоторым поведением. То есть, у нас есть некие свойства объекта, есть некоторое поведение объекта. Свойства, или говоря английским языком, attributes, attributes, это, по сути, некоторые данные. Они у каждого объекта разные. А поведение одинаково у одного типа объектов. Тип объектов называется словом класс. Класс. Понятно? В Python вообще-то все является классом. Но мы жили и пользовались этим, и не думали об этом. И как-то справлялись. Строки класса, даже числа это классы, все класс. Так не во всех языках программирования. В CISI++, в Pascal. Там есть стандартные типы, которые классами не являются. Последнее. Давайте пробежимся кратенько по тексту. Я, к сожалению, не смогу там, как сказать, прям глубоко уходить. Но, тем не менее. Будем палкой махать. Короче. Программирование структурное. Программирование еще называется иногда процедурным. Ну, так сложилось. Вот это ошибочно. Ну, не совсем правильное название. Потому что процедурное в чистом виде еще правильнее называть. Императивное. Я не люблю по этому слову процедурное программирование. Но, тем не менее, тут оно употреблено у меня. Вот. Ну, короче. Каждая функция является составной частью алгоритма. При объектно-ориентированном программировании программа строится как совокупность взаимодействующих объектов. Вот. Ну, ладно. Тра-та-там, тра-та-там. Ну, тут я это сказал. Объекты одной природы составляют класс. Ну, вот, собственно, например. Класс dog, в котором есть некая функция сказать gav. Которая, например, print gav gav. Ну, self необходимо, чтобы в качестве первого аргумента, потому что оно будет ссылаться, собственно, на сам объект. После чего я могу создать несколько объектов, типа dog, и каждый из них может сказать gav. Ну, правда, они все будут говорить gav одинаково. Вот. Но мы можем, соответственно, ввести некое, скажем так, свойство, злостность собаки. Если собаку сделать ей ping, да, то она становится angry, да, а если покормить, то она, собственно, там, если food count, точнее, становится больше десяти, да, если мы покормили ее с хорошим параметром food count, то angry становится false. Но тут надо сказать, что если мы, вот в этом, этот программный код написан с ошибкой, специально это сделано, потому что может сложиться ситуация, что мы, вот этот вот angry, да, не будет существовать. То есть, если мы вызовем, скажи gav, my dog, say gav, значит, скажем ей, когда только создали собаку, но не покормили, не пинганули, то вот этого атрибута angry вообще не будет. Поэтому, чтобы атрибуты были у объекта, они должны создаваться в специальном методе, который называется construct, ну, называется то, название его init. Да, вот он. Значит, ну, собственно, он вызывается автоматически при создании объекта. Ну, собственно, он называется не совсем, не только init, а в нем еще нужно написать два подчеркивания в начале, два подчеркивания в конце. Это так называемый специальный метод. Таких методов вообще существует довольно много. Даниил, кроме объекта ориентированного, существует промежуточная между структурным и объектом, есть модульная. Модульная парадигма. Мы ее пропускаем. Она состоит в том, что программу, когда в ней становится много функций, надо разбивать на модули. Прям мне, я ее пропущу просто. Но это тоже важно. А есть еще отдельная совершенно, это парадигма функционального программирования. В ней совершенно другие приоритеты. Я во многом вас старался начинать именно с нее. Но Python, он не является чисто функциональным языком. Я сейчас не буду уходить в глубину и в детали. Там много есть интересных вещей, там всякие замыкания, сопрограммы и так далее. Поэтому давайте сейчас не будем уходить туда. И действительно, как сказать, можно сочетать функциональное программирование с объектом ориентированным. Это тоже допустимо. Вот в Python это возможно. Он мультипарадигменный. А там язык программирования Haskell, например, или Erlang, они функциональны. В них опы нету. В них нету возможности создавать объекты. Ну, слушайте. А есть еще языки программирования с так называемые, как господи называется, логические, пролог. Не будем про это делать сейчас углубляться. Но вот надо понимать, что не всегда необходимо следовать одной парадигме. И еще, я даже и про структурную, и про ООП, но про структурную я рассказал довольно подробно. Потому что если вы не будете уметь ее, то вы даже объектно-ориентированное программирование не сможете делать нормально. Ну, в смысле, оно у вас будет хромать. То есть, главную фишку вот этого постепенного разворачивания сверху вниз, я забыл сказать, важно было, что разработка двигается там глобально сверху вниз. От более глобальных задач к разбиению их на подзадачи и к детализации. От крупных мазков к уходу в мелкие детали. Понятно? И более того, я каждый раз приостанавливался на каком-то законченном работающем коде. Ладно, давайте прям вот совсем уже кратенько. Значит, вот если мы сделаем angry в конструкторе, self-count пропишем в конструкторе, то есть начальной степени накормленности собаки, условно, да, или там изначально мы ее создавая кормим. Вот, то, соответственно, у меня эти параметры обязательно уже будут. А здесь собака говорит, гав-гав, нужно количество раз. Слушайте, я сейчас даже это запускать не буду. Просто, ну, можете это скопировать к себе, да, поиграться. Я сейчас не буду этого делать. Ладно, все, пропускаем, пропускаем, пропускаем. Это не обязательно пропускаем. Не обязательно стандартные методы есть. Стандартные, в смысле, вот всякие специфические такие вот. Ну, я подчеркиваю. Не, ребят, давайте это дело мы сейчас уже просто прекратим. Дело в том, что про объектно-ориентированное программирование надо делать, вообще говоря, отдельные учебные курсы. Так, большие прям, вот с разговором про, так называемые, твердотельные эти солид-принципы, пять принципов, да, разработки. Про какие-то детали, парадигмы, это какие-то, и много вещей, которые показываются уже таким опытным путем в детали. Целые книжки про это дело пишутся. Поэтому давайте мы разговор про ОУП закроем. И этот учебный курс, я считаю, вполне цельным и завершенным. Я надеюсь, что вам понравилось. Спасибо вам большое, особенно тем, кто досмотрел курс до конца. Вот, 33 человека смотрят трансляцию в конце нашей лекции. Вы большие молодцы. Вы реальная золотая молодежь. Желаю вам успехов в создании программного кода и маленького, и большого. Вот, всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»